Уважаемая Анна Юрьевна, уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора. И прежде всего хочу поблагодарить весь коллектив службы, санитарных врачей, эпидемиологов, ученых, сотрудников лаборатории. Вы вступили в борьбу с коронавирусом с самых первых дней, как только стало известно о распространении в мире этого опасного и тогда еще неизвестного вируса. И уже больше года работаете практически в круглосуточном режиме, чтобы защитить жизни и здоровье миллионов людей. Спасибо за труд, за мужество, преданность делу. Благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции. Наша страна в лидерах по числу тестирований граждан, а отечественные системы поставляются в более чем 50 других государств. Важно не останавливаться на достигнутом, продолжить создание новых тестов, способных выявлять мутирующие штаммы вируса. Институты службы ведут каждый день масштабную работу по моделированию и прогнозированию по анализу эпидемиологической обстановки, что позволяет держать ее на контроле и действовать на опережение, а также оперативно принимать все необходимые решения. Все это огромный вклад в нашу общую борьбу с коронавирусом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь. Окончательное распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет. Это говорите вы и профессионалы. По поручению президента по всей стране уже началась добровольная массовая вакцинация, чтобы у людей была возможность сделать привывку и уберечь себя от болезни. Российские ученые разработали три эффективные вакцины от этой опасной инфекции. И одна из них создана специалистами вектора Роспотребнадзора. Во время поездки по Сибири мы побывали в этом научном центре. Его сотрудники поделились своими достижениями. Они первыми в мире подтвердили случай заражения человека птичьим гриппом. Открытие получило действительно беспрецедентное признание международного научного сообщества. Символично, что оно сделано в объявленный президентом Год науки и технологий. Уверен, что впереди у вас еще немало успехов. В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от коронавируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направлениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей, от питания и транспорта, сферы услуг до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано 10 документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей. Уважаемые коллеги, президент обратил особое внимание на необходимость развивать санитарно-эпидемиологическую службу. И правительство уже ведет такую работу, в том числе по модернизации лабораторий и их оснащению. Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом, и в этом я полностью рассчитываю на вас. Желаю вам и вашим близким здоровья, реализации самых смелых планов и удачи. Продолжение следует...